Здравствуйте, дорогие друзья! У меня есть к вам сообщение. Сообщаю, что я сейчас выпускаю последний ролик. Летом видео и роликов не будет выходить, потому что я уезжаю на Азовье и буду работать вживую, как информатор, как биоэнерготерапевт и как целитель. И эту тему я не могла вам не дать, потому что она одна из самых таких нужных. Но считаю, что я всю информацию, которая вам на сегодняшний день необходима для вашего восприятия нового, для вашего роста, для вашего развития, для вашей направленности, векторности, я ее всю выложила как можно больше в последнее время. И кому надо, вы можете просто пересматривать старые ролики. Поверьте, вы найдете очень много интересного снова для себя. Приступаем. Тема «Как развить свою интуицию и предсказать события в своей жизни». Тема интуиции всегда нас волновала. Она была всегда нам интересна. Начинаем. Жизненный опыт предполагает полагаться на свой разум и логическое мышление. Но часто где-то у нас внутри оживают чувства, которые начинают нам подсказывать, как поступить в той или иной ситуации. Иногда мы к нему прислушиваемся, а иногда нет. В этой статье речь пойдет о том, как развить свою интуицию. Или наше шестое чувство. У кого-то оно развито больше, у кого-то меньше, но оно есть у всех. И часто прислушиваясь к внутреннему голосу и следуя за ним, мы решаем проблемы именно так, как лучше для нас. Что такое наша интуиция? Наша интуиция – это определенный дар предвидения ситуаций и событий. Ее можно тренировать, как и остальные мышцы нашего тела или силу характера. Может быть, вы когда-нибудь замечали, что если вы подумаете о каком-то человеке, то вскоре он даст о себе знать. Придет, позвонит, напишет и так далее. Даже если с ним вы давно не общались, то все равно произойдет что-то новое. Как ниоткуда всплывает образ человека, и вы думаете о нем? Это и называется интуиция. Много людей с помощью интуиции решают деловые вопросы, находят спрятанные предметы и предугадывают события. Развивая это чувство, вы лучше начнете понимать, слышать себя и узнавать свои истинные желания. Попробуйте потренироваться на картах. Возьмите в руки перевернутые две карты. Не глядя на них, постарайтесь угадать, какие они – черные или красные. Для лучшего эффекта закройте глаза. Все, что находится вокруг, может отвлекать вас. Пытайтесь смотреть на карты внутренним взором. Когда будете готовы, переворачивайте карты. Если не получилось, не отчаивайтесь, ведь результата можно достичь только путем постоянных тренировок. Тренировка тела на реагирование интуиции. Реакции нашего тела даны нам неспроста. Эмоциональные переживания часто трансформируются в настоящее, а порой и в очень серьезные заболевания. Поэтому на многие вопросы, на которые вы не можете найти решение, вам даст ответ ваше тело. Попробуйте, как работает тренировка интуиции. Зайдите в комнату, завяжите глаза, задайте любой вопрос. Например, эти обои зеленые? Мозг сразу проанализирует информацию, и у вас всплывет ответ «Да». В этот момент вы должны очень внимательно слушать свое тело, когда вы услышали ответ «Да». Как оно реагировало? Может, зачесалось за ухом, задергался глаз, или стрельнуло под коленкой? Попробуйте так задать себе 15-20 вопросов, чтобы отработать ответ «Да». Также поступайте, чтобы найти точку «Нет». Для совсем продвинутых научитесь понимать ответы своего тела на открытые вопросы. Доступные и простые способы для развития своей интуиции. Для развития шестого чувства есть масса способов, которые можно применить в повседневной жизни. Играйте в угадалку, постарайтесь использовать все доступные вам средства. Идите в ресторан, предположите, как зовут официанта, выходите на улицу, подумайте, кто встретится вам первым, мужчина или женщина. Но ни в коем случае не воспринимайте свои тренировки всерьез. Чтобы их результат не влиял на ваше настроение и восприятие мира. Научитесь слушать подсказки. Утром возьмите листок и ручку. Запишите все, что приходит вам в голову. Свет, сковородка, наверное, сосед, шумит и так далее. Даже если это кажется бессмыслицей, все равно пишите, спрячьте листочек. Вечером придите и сверните события своего дня с написанным утром. Вы заметите, как многое будет прикликаться с тем, что произошло за текущий день. Сделайте сравнение. Закройте глаза. Представьте себе, что вы находитесь в каком-нибудь месте. Ресторан, торговый центр, поляна и так далее. Можно продумать все. Запах, ощущения, звуки, встречи. Постарайтесь прорисовать образ этого места в своем сознании до мельчайших деталей. Запомните это хорошо. Зафиксируйте. Постарайтесь попасть в это место и сравнить все то, что вы нарисовали в сознании с реальностью. Чем чаще вы будете использовать упражнения, тем лучше у вас получится предугадывать в дальнейшем. Как развить интуицию у детей? На самом деле, чем меньше малыш, тем лучше развита его интуиция. Ребенок в силу своего возраста, отсутствие опыта, знаний и шаблонов восприятия воспринимает этот мир значительно лучше. Поэтому, когда возникают проблемы в семье между родителями, они сразу начинают капризничать, плохо себя чувствовать и так далее. В общем, они ощущают то, что им не говорят. Если вы пытаетесь ему соврать, чтобы успокоить, говорите, что все в порядке, они соглашаются с вами, воспринимая ваши слова на веру. Ведь папа и мама для малыша самые важные люди в мире. Однако своим поведением вы нивелируете его шестое чувство, как бы закрываете этот поток знаний, который он черпает изнутри. Таким образом, родители часто ненамеренно убивают интуицию ребенка, и со временем он перестает доверять своему внутреннему голосу. Поэтому в данной ситуации лучше мягко сказать ему правду, что никто не совершенен. И у родителей сложный период. Но они постараются решить свои проблемы. Как бы там ни было, попробуйте потренировать ваше шестое чувство. Оно не раз вас выручит в жизни. Лучше пытаться постичь для себя что-то новое, чем ничего не делать вообще. Попробуйте открыть для себя новые грани своих возможностей. Вот это конец статьи. Ну, понятно, что желательно это прослушать несколько раз и действительно заняться этим, действительно тренировать свою интуицию. Но мне хочется здесь после сказанного добавить просто буквально одну заметочку. Я хочу сказать вам о том, что многие из нас не желают жить в новой жизни. Раньше таких людей называли консерваторами. Ну, вот прошло время. Я считала, что я такой новатор. За последнее время нашлись какие-то консервативные нотки, с которыми пришлось работать. Когда я что-то новое не воспринимаю, допустим, какие-то проблемы в компьютере, и это уже вызывает какую-то неприятную эмоцию. Вот. Поэтому, чтобы воспринимать что-то новое, вот желательно помнить, что на это новое вам дает вселенная силы. на это новое, что вы хотите познать, в чем вы хотите участвовать в новом, вам даются огромные силы для этого нового. Вот не бойтесь этого нового. Желайте его познавать. Желайте познавать грани себя. Желайте шлифовать себя. Это очень интересно. Прощаюсь с вами до осени. Рада была работать с вами. И желаю всем удивительного лета. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин